Проигрывают Team Braveheart. До этого выиграли только у Avalon Club. А Avalon Club это, если что, чтобы вы понимали, ну, совсем слабая команда. Если учесть на каком раньше уровне ВИЧ и гейминг считались, играли, то сейчас это, конечно, совсем уж грустно. Кому не счет проиграли CDC Yars? До этого проиграли за счетом 0-2. Ну, то есть, понятно, дело почему такие ставки. Команда CDC Yars. 19 место в мире, 6 место в Китае. We are young. Сыграли 1-1. И вот это, кстати, на самом деле был небольшой нонсенс, потому что We are young считались гораздо слабее их, но CDC Yars что-то замудрились с пиком. И вообще, я для вас эту игру комментировала. Я думаю, вы помните. Вчера она была достаточно интересная. Но потом, конечно, CDC Yars уже взяли нормальный пик и отыграли. LGD проигрывают Twitch Gaming Reborn. До этого выиграли. FTD Club сыграли 1-1. Windows Gaming проиграли. То есть, все, в принципе, также достаточно шатко, я бы так сказала. Ну и поговорим уже в этот раз про пики. Про пики. Что у нас по поводу пиков? Разумеется, Рикки Мару и Баунти Хантер в банах эти героев в Китае не отдают. Что дальше? Первое, что мы можем отметить, это то, что у Вича Гейминг сбавились от маги Сирены. CDC Yars ее уже пикали. В принципе, сыграли с ней неплохо. Кунга Батрайдер, Коттл Снайпер ЦК. Воу, CDC Yars, что это такое? Это что за пик вообще? Ну ладно, допустим, у нас Снайпер пойдет в мид. Допустим, у нас Коттл Кунга Саппорты. Коттл пятая позиция, Кунга четвертая. Батрайдер получается Хардлайн. Притом Батрайдер от Демонса. Он на нем сыграл очень много игр. И Ама пойдет у нас фармить. На легкую. Air Spirit, Best Master, Shadow Demon, Луна и Алхимик. Тут тоже, кстати, все достаточно интересно. Так как пикается Луна, которая в принципе пикается достаточно редко в последнее время. Я, честно говоря, в Китае ее вижу вообще первый раз за последнее время. За все время, что я комментирую для вас Китай. Также, да и не только Китай, и Сиа, в принципе, тоже я там не видела. Да, это первая Луна, которую пикнули сейчас именно в Вичи Гейминг. Поэтому пики что с одной стороны, что с другой рискованные. Опять же, Алхимик в Китае потерял свою популярность в последнее время. Но вот сейчас вот как раз его взяли. Итак, давайте представим команды. Inflame играет на Снайпере. XZ играет на Кунге. Амы – ЦК. Виктория – Коттл. И Демонс на Батрайдере. Это была у нас команда Сидисияс, которая играет за Радиант. И от команды Вичи Гейминг. DXM – Алхимик. Хум. Алхимик. Не помню, кого они взяли. Ао играет у нас на Демоне. Сулер играет на Луне. Пейн играет на Роспирите. Как раз уделила внимание пику Сидисияс и совсем мало сказала про пик Вичи Гейминг. Вичи Гейминг. А, Бестмастер. Бестмастер. Вот, Бестмастер, наверное. Да. Хум будет играть у нас в Бестмастере. Так, давайте подумаем. Первое – будет достаточно больно бить Луна, потому что Бестмастер, опять же, Аура. Луна с Аурой. То есть, в принципе, есть какой-то подсейв в лице Шадоу Демона. Ну, и Роспирит – ромящая позиция. И Алхимик. Даже как бы его вроде не гнобили, он постоянно свои вещи выносит. Но, опять же, Луна. Луна. Герой, скажем так, который сейчас не очень популярен. И, в принципе, понятно, почему. Она достаточно хиленькая. Вот, посмотрите. Сейчас мета, она очень жирная. Ну, допустим, в принципе, пока у того же ЦК на 100 хп сразу же на старте больше, чем у Луны. А Луна, она такая легко убиваемая. Жалко ее в последнее время. Ну, нет никакого эскейпа у нее и так далее. Смотря, вроде бы, она и быстрая, он спит хороший. Но, тем не менее, на старте, да? Давайте сравнить. 325, 335. Обзор ночи получше у нее. Какие еще у нее есть преимущества? Ультимейт хороший. Интересно, как он будет ее собирать. Будет ли это, например, какой-то аганим? Недавно смотрела, как играют на Луне, например, Эллидан в пабликах. И там как раз Илья собирал себе аганим на Луне. Не знаю сейчас, как на просто они будут собирать, потому что все же достаточно ситуативно. То есть в некоторых играх... Чем раньше БКБ, тем лучше. В некоторых играх Монто Стайл приобретает, в некоторых Доминаторах стакуют Эншентах. Ну, то есть, опять же, сейчас мы с вами все это увидим. В смоках поставили сразу вард. Кунка поймет, что здесь вард стоит. Он должен разбить. Да. Оставил вард для мидера дополнительные денежки. Или сам, давайте заберет. Боже, какой же саппорт. Просто полностью. Даже еще и подбил, чтобы снайпер лишние тычки не ставил. Какой молодец, так, кунка. Почему бы не похвалить? Арспирит укатывается. Вчера я для вас комментировала игру команды TRG. Так вот, там играл Арспирит. Не знаю, ребята, конечно, я редко советую смотреть какие-то игры. Но вот если вы хотите посмотреть... Если вы хотите научиться играть на этом героя, или, допустим, ну... Вообще нравится вам этот персонаж, я бы советовала посмотреть те игры команды TRG. Там играл замена Soul, кажется, его... Нигнейм был на Арспирите. Я просто показывал, на мой взгляд, феноменальную игру. Очень круто сыграл. Прям команду затащил. Так что даже первую карту они выиграли. А вторую, если вы помните, они просто написали GG. Ладно, не будем об этом. Что? Мастер Кабана отдаёт 37 голды. Неплохо. Здесь Рома забирает снайпер, здесь Рома забирает алхимик. Всё пока по стандарту. Однако у снайпера-то у нас уже и вард не забывайте. А это, между прочим... Золото и... Золото... Золото и деньги. Золото и экспа дополнительно. Ну, конечно, немного, но тем не менее. Ну, и давайте сразу поговорим по поводу лайнинга. Алхимик против снайпера в миде. На данный момент Бисмастер сразу предпочёл уйти на этот спаун. В принципе, у него есть уже Аэрон Талон. Мне удивлена, что этот айтем в новом патче не подпиксили, на самом деле. Честно говоря, практически была уверена, что что-то с ним сделает. Потому что всё же он позволяет фармить абсолютно любому герою лес. И даже не знаю, в плюс это или в минус. С одной стороны, для хатлайнеров, вот, это... Таких-то, допустим, как Бисмастер, Дарксир. Разумеется, это прям то, что доктор подписал. Но когда уже омники начинают ходить, леса и так далее, уже начинает, скажем так, казаться немного странным. Бэтрейдер также решил пойти в леса. Ну вот, я думаю, что это сейчас мета лесная, когда хардлайнер сразу идёт в лес. Это, конечно, мне она нравится. Потому что, в принципе, очень сложно стоять в харде сейчас. Несмотря на то, что вроде бы... Вот этот глобальный патч, когда был, когда сделали здесь, спаун для крипов. И в эти периоды, допустим, они спокойно могут этот спаун подфармивать, если им на харде жизни совсем не дают. Не дают, да? Но, опять же, ситуативно. Потому что, если ты так вот нагло идёшь в леса и так далее, то саппорты, в принципе, вот как Котл и так далее, они смогут спокойно себе делать стаки. Даже не показываться на лайне. Ну и потом подфармливать больше и больше и больше. Симгангать мид, опять же. В миде, если вы заметили, в последнее время просто по 2-3 героя. Потом от двух команд. А всё это как раз из-за того, что... Хардлайн... Не требует сейчас столько внимания хардлайнеры. Никто на хард не приходит. Они в лес фармят. Зачем помогать своему кэрри, если здесь, в принципе... Итак, выход на алхимика. Вкатывается эрспирит, который всё это время стоял сзади. Однако, делает всё-таки снайпер ФБ. Шадоу Демон выходит. И снайпер... У него есть сапог. Но тут ещё вышел бестмастер, получил... Вот только я сказала о том, что... В принципе, в миде у нас начинается полный трэшак. Как здесь, в принципе, это и происходит. Это просто уже в миде у нас вышло... Вышло 3 героя от команды CDC. И 4 героя от команды ВИЧ Гейминг. Нет, подождите. Даже нет, 4 на 4 была встреча в миде. 4, да, 4 на 4, простите. Батрайдер же тоже был. Итог, конечно же, 2 в 1. Ну, соответственно, чуть более выгодно для команды CDC Яс. Но смысл... Смысл как раз... Что в том, что первый забрал снайпер ФБ. Если ошибаюсь, да. А ещё один из важных моментов. То, что именно на алхимике алхимика надо гнобить. Все это понимают. Вначале, чем больше ты его загнобишь, тем, в принципе, и лучше. Ну, для любого, конечно, мидера. И чем больше ты загнобишь, тем лучше. Алхимик как раз в этом плане может даже и не так плохо. Потому что всё же достаточно быстро выносит он свои деньги. Ну, вот опять же, давайте подумаем о том... Есть алхимик, да. Ему сейчас в миде будут приходить, мешать фармить и так далее. Олес пошёл фармить бестмастер. Соответственно, никакой саппорт не делает алхимику стаки. А откуда деньги в основном алхимик выносит? Как раз из стаков. Ну, здесь стаки полностью не делаются. Ильса фармит бестмастер. Опять же, алхимику сложно. Руну тут пытался забрать котл. Кстати, Виктория играет на котле. Прошлую игру, которую он играл на котле, очень хорошо сыграл. Но при том, он играет... Вот в этой игре он уже... А на один раз взял иллюминейт, да? На два монолик. А там он, в общем, иллюминейт не брал. То есть, он так ситуативно прокачивается. В принципе, правильно делает. Там полностью гнобил хардлайнера. Против Вайда, кстати, вот очень котл хорош. Просто ману решает. Он ещё отпрыгивает. Потом волна по лицу бьёт. Ну, или не по лицу, там как по спине. Итак, опять смок от Батрайдера вместе с Кункой. Батрайдер ещё даже не шестой левел. На четвёртой минуте у него пятый левел. Пятый с половиной, прошу заметить. У него один фраг, один ассист. То есть, он, наоборот, с этого ганга в миде очень много поимел. Вот как раз вот сейчас будет ещё один выход на Алхимика. Алхимика до шестого левела надо ещё хотя бы разочек убить. Ну что, будем Алхимика убивать. Так, Алхимик чувствует. Ну, понимаешь, что до шестого у меня только сейчас подойдёт к репам его, как дадут по голове. Итак, вылетает Батрайдер. Начинает кидать стаки. Ну, вот сейчас очень важно попасть в Торрентом. Однако, приходит Эр Спирит, отличный камень по двоим. Батрайдер уходит или нет? Батрайдер уходит или нет? Должен вроде уйти. Но, в любом случае, Алхимика от Дефили. Ганг не удался. Перетянули двух саппортов Шадоу Демона и Эр Спирита. Ну, опять же, тут также было три героя. Вот на второй минуте у нас было 4 на 4 в миде. На пятой минуте 3 на 3. Ну, вы понимаете, что творится. Вот, это всё из-за того, что по-другому сейчас не ходят на харду. Ну, Бестмастер как раз решил на пятом левеле пойти на свой лайн. Тут потому что крипы подошли. Тратит рифток. Ну, там маны не так много стоят. Не то, что стан. Есть Мэджик Вонт. В принципе, Регин. Котик какой-то имеется. И первый тавр на топе забирают команды Вичи Гейминг. Ну, в принципе, с Луной это делать достаточно просто. Плюс и с иллюзиями, которые делает будет Шадоу Демон. Ну, вот забрали. Кому-то, кстати, тавр достался. Луне. Луне достался тавр. То есть, опять же, плюс для Вичи Гейминг. Не дефили здесь. Тавр Сидите Ярс. Ну, подумали, что вот сейчас Батрайдер 6 левел взял уже. Чем быстрее появится дайгер, тем, конечно же, здесь будет лучше. В плане того, что есть, конечно, подсейв от Батрайдера. Это, конечно же, Шадоу Демон. Опять же, герой против. Вот, начинает уже Батрайдер лететь. Торрент. Торрентом попадает. Отлично. Лассо хватает у нас Луну. Прилетает ЦК. Станчик не дает раскастоваться ей. Ну, и отличный фраг, который забирает как раз Батрайдер. Правда, вот ЦК перетянулся. Но, на самом деле, они сделали фраг на вражеском кэрре. Поэтому, соответственно, это, конечно же, плюс. И здесь, если что, сможет подпорвить. Ну, или просто опять вернется на свою линию. Вот, может, Коттл хотя бы какой-то левел возьмет. Ну, хотя вот Коттлай не такой уж плохой левел, если честно. Пятый левел имеет. Так что я его недооценила. Давайте посмотрим, что у нас по Крипстатам. Алхимик вот перетягивается в леса. Ну, только одна смерть, на самом деле, за 8 минут. Ну, то есть, все же, ничего страшного против Алхимика сделать не получилось. То есть, в принципе, загнобить его сильно не получилось. Ого-го! Ну, как-то слишком нагло пошел ЦК. Один, на самом деле, это была ошибка. Притом, ошибка из ошибок. Ты идешь один на Алхимика. Алхимик, в принципе, там у него через пару секунд бы откатился ультимейт. Критов здесь нет, ультимейта здесь также в Фантабзома нет. Куда ты пошел? Тем более, даже Снайпер не перетягивался, чтобы добить его своим ультимейтом. Фиданул, фиданул. Бестмастер глава седьмой. 1-1 статистика. Ну, что, здесь по стандарту будет собирать Некра. Наоборот, мне интересно, что будет делать Котл, как он будет играть. Знаете, есть фармящие Котлы, которые, в принципе, делают себе стаки и конкретно... Опа! Пошел, пошел Станчик. Притом, Станчик достаточно неплохой. На 3 секунды. Дальше надо как-то попасть Торрентом. Торрентом промахиваются. Застанился. Притянули. Еще, если что, на крест посадили. Тается Мансити. Ну, и со Стану добивает ЦК здесь Бестмастера. Отлично сыграно. Несмотря на то, что сделали немного кривовато. Ну, там Торрентом промазали и так далее. Главное, что убили. А уж, как убили... Это, в принципе, не важно. Луна. Луна будет себе делать Драгонлайнс. Слишком популярный артефакт сейчас. Но, опять же, Драгонлайнс, конечно, даст ей статы и так далее. Но замечу тот момент, что... Кто-нибудь ей делает стаки. Ага. Замечу тот момент, что... Хотел сказать, что нет Доминатора для того, чтобы делать стаков. Однако, отличная игра от Саппорта. Саппорт делает стаки. В принципе, здесь уже достаточно их много. Четыре стака. Можно при получении какого-нибудь третьего левела пассивки пойти подфармить. Но, опять же, Доминатор, наверное, все-таки Луне нужен. Можно потом и Крипа приманить и так далее. Ну, интересно, что здесь соберет у нас конкретно Суар. Вообще, вариантов очень много. Например, Доминатор сделать. Например, сделать Яшу. Например, пойти в БКБ. В БКБ здесь опять нужно. Снайпер 1-1 статистика. Приобрел себе. Будет делать барабаны. Ну, я думаю, что это правильное решение. Вообще, я отмечала уже игру Инфлейма. Он, в принципе, всегда играет достаточно агрессивно. Я даже немного удивилась, что вот ему снайпера взяли. Это как бы более такой, знаете, формящий персонаж. Я бы очень удивилась, увидев его, гангающего на четвертой минуте на снайпере. Итак. А вот тут начало будет что-то интересное. Есть Распирит, есть СД. Есть Бестмастер. Рор имеется. Шестой ловел Распирит. Также шестой ловел Шаду Демона. Но ЦК забрать не так-то просто. Он, извините меня, уже, во-первых, с Сарым Летом. Во-вторых, у него девятый левел. Есть Ультимейт. Притом, есть Кунка со своим кораблем. Под Смоками находится сейчас команда Сиди Си Ярс. И вот здесь, скорее всего, сейчас тоже принесут Смоки. И, возможно, пойдут вместе. Ага, вот Луна прилетает. А, неужели вы и пойдете на Эншентов? Вот этот момент, если Сиди Си Ярс не законтрят, то это, конечно... Нет, Смоки, Смоки. Решили на Верочку сыграть. Тут сейчас только два героя. Находятся Кунка и Котл. Поэтому, на самом деле, Кунку и Котла потерять не так уж страшно. Итак, нападение на Кунку. Котл должен сразу отсюда убегать. Однако, неужели Кунка просто улетает? Вот себе и Кунка. И Котл замонсил в деревьях. Котла не зафокусили. Убивали Бистмастера. Убивали Кункевича. Кунка сделал ТП. А почему, интересно, я не заметила этот момент. Почему, ультимейт не потратила? Либо бимп сразу был потрачен. Пожалела, что ли, на Кунку? Ульт. Ну, ульта, конечно, Кллдаун 150 секунд, но тем не менее. Итак, все-таки Котла цепанули под Тауэром. Но это было уже слишком нагло оставаться здесь одному, когда идут четыре героя. Если бы они не пошли под Тауэр, я бы, наверное, очень удивилась. По поводу Батрайдера. Батрайдера, Кллдаун, ТП. Это первый момент, который хочется заметить. Снайпер вообще без ТП. ЦК снес на топе Тауэр. И, в принципе, не думает перетягиваться. Потратил он фантазм на Тауэр. Ну, то есть, решили пойти в размен. И я думаю, что это понятно. Так как снайпер пока не набрал весь свой потенциал. Ему нужно немножко еще подфармить. Я думаю, что сейчас какой-то Драгонлендс появится. Будет достаточно плотно. Издалека будет бить напрягать своими башками. Микростанами, как хотите. Тауэр. Это еще и Алхимику. Всем золото нужно. Алхимик танчит здесь. Луна избивает Эншентов. Сейчас, в принципе, тут подняться могут неплохо. Вот уже Алхимик начинает набирать. На 14-й минуте будет Рэддинс. Рэддинс очень ранний. Притом, опять же, давайте заметим момент, что Луна хорошо фармит. И Алхимик хорошо фармит. И никто им в этом не мешает, самое интересное. Я, честно говоря, ожидала более агрессивную игру ОЦК в данной игре. Вот у Бэтрайдера, например, есть уже Даггеры. Как-то не особо он используется. Если в миде сейчас будут нападать Сидиси Ярс, они очень, возможно, что-то могут проиграть замес. Спрятали. Подсейвили дальше. Пошел Торрент. Торрент неточный. Ультимит Этер Спирита. Рор от Бистмастера по Кункевичу. Луна. Ультует у нас. Ультует достаточно неплохой. ЦК, в принципе, пробили неплохо. Пока потеряли только одного Бэтрайдера. Далее. Ну и далее такой, скажем так, массивный замес закончился у нас ничем. Массовка, да-да-да. Я, вообще-то, честно говоря, тоже думала, что здесь Сидиси Ярс сильнее проиграют. Ну, вообще Котла не было. Кунка выжил на 20 хп, он ушел. Снайпер вообще оттуда свалил грамотно. Ну и правильным сделал. Давайте посмотрим, что у нас по графикам. 4 тысячи по золоту преимущество у Вичи Гейминг. Опять же, это за счет Алхимика. И по опыту, по опыту 2 тысячи. Сами они снесли 2 Тавара Вичи Гейминга. А вот Сидиси Ярс пока разобрались только с одним на топе. Травила уже, наверное. Да. В будущем, Алхимик, вот, конечно, я думала, Луне было бы неплохо сделать Аганим. Очень неплохо. Потому что Луна, ей лишний сот будет просто супер необходим. И на топе у нас забирают Бестмастера. Он, на всякий случай, решил дать свой аурор. Последний крик. Но тут, конечно, он без шансов уходил. Кунка корабль дал, тарант. Ну и тут даже лассо не потратили. Какие шансы у Вичи Гейминга выиграть? Какие шансы у Диси Ярс? Давайте подумаем. Снайпер в лейте очень силен. До лейта снайпера здесь еще очень долго. А вот лейт Алхимика, он наступит очень скоро. Потому что алхимик и фармит быстрее, и у него уже айтемы. Айтемы, ну, допустим, смотрите. На 6 тысяч, он, опять же, переезжает по надфорсу снайпера. Снайпер медленнее, гораздо фармит. Ну, сложнее в этом плане. И ему все время надо аккуратнее играть. У него нет там такого ультимейта. Так, фантазм использует у нас ЦК. Это... А как его вытолкнуло? Подождите, я оттолкнула Распирит, что ли? Влетает Бэтрайдер. Его прячет у нас Шадоу Демон. Луну спрятал Шадоу Демон, который вытащил Бэтрайдер. Однако он ее затащил очень хорошо на ХГ. Луну здесь погибает. Столько били ЦК, он до сих пор живет. Но здесь, в конце концов, все-таки его убили. Снайпер. Что снайперу делать? Снайпер не позиции находится. Его сейчас могут тут и подбить, на самом деле, неплохо. Однако уже начинает настреливать. Надо убивать Распирита. Распирит выкатывается. Снайперу надо бежать. Бэтрайдер уходит на Лу ХП. У Бэтрайдера, если что, есть хоста. Итог. ЦК на Луну и Распирита. Опять какие-то длительные замесы. И заканчиваются они смертью одного героя с одной командой. Двух с друмят. Вроде участвовали в пятером, но расходятся. Начинают мансуют как надо просто. Яша появилась. Ол Химика. Теперь, значит, будет Монта, Катарин. В принципе, здесь по стандарту. Мне интересно, будет ли он делать какую-то Кирасу. Либо что у нас можно сделать. Ну, давайте подумаем. Это Монта. Это Кторин. Еще один слот. Что это будет за слот? Это интересно. Наверное, на самом деле, Кираса. Хотя, может быть, КБ даже сделает какое-то. А может, Шива. Шива точно, да. Алхимик же собирают часто. С Акторином неплохо. Так, при ТПшли снайпера. Нападение на Кунку. Вкатывается Эр Спирит. Успеет ли Кунка хотя бы что-то дать? Ничего не успевает дать. Задувка пошла неплохая. Снайпера надо подсейвить. Форстаф был. Кто его форстафнул-то? Ага, Бэтрайдер. Отлично. У Луны Зайи выйдили. Потеряли только одну Кунку. Сейчас командующий гейминг находится без Рора. Тавр, в принципе, забрать можно. Однако, надо, чтобы Коттл напрягал своими волнами. Иллюминейтами. Эр Спирит укатывается. Будут просто, наверное, пытаться отойти. Эншентов может подфармить еще. Либо забрать Рошана. Хотя на Рошана в твиче гейминг достаточно опасно идти. Потому что сейчас у Луны ультимейта уже нет. Руна в 30 секунд также нет. Вот, например, фантазм у ЦК имеется. Майл Шторм приобретает в себе. Майл Шторм приобретает в Снайпер. БКБ появляется у Луны. Ну, да, вот все-таки БКБ решила следующим айтем собирать, чтобы, скажем так, более сейвово играть. Бетра и Дракон Трят как могут. Если что... Ой, а почему же ты сразу не форстафнулся, дружище? Надо было сразу отсюда бежать. Вкатывается у нас Эр Спирит. Получил станчик. Фантазм в кулдауне. Тиммейтам не добивает своим Снайпер Шадоу Демона. Кунка играет как саппорт. Я уже вчера комментировала игру с Кункой, который играл как мне саппорт. Кстати, они проиграли. У него был Армлет, Лотар. Потом уже стал собирать что-то типа Юлов и так далее. Но было поздно. Слишком жадный пик. Кунки, на самом деле, левел было бы неплохо где-то тоже взять. У него 9-й левел. Допустим, посмотрим здесь. Здесь также у саппортов 9-й, 9-й левел. Тут 11-й у Котла. То есть по левелам. Котл, конечно, в этом плане. Подфармливает он быстрее. У него 61 крип, в принципе-то. Ох. Вот все же вытянул у нас Алхимика. Однако, что вы сделаете с этим Алхимиком сейчас? Он максимально сильный на данный момент. У него Монта, Радианс и так далее. Однако, вот в четвером все-таки получилось забрать. 4 героя потребовалось, чтобы убивать Алхимика. Даже каких 4? 5. Очень долго его убили. Я уже посмотрела, что ЦК начал отступать. Понятное дело, испугался. Что просто сам пострадает от Алхимика. А у Шадоу Демона не было ТП. Не доиграл, не доиграл. Два достаточно хороших фрага. Во-первых, Алхимика, который занимает первое место по Натвосу. Ну и Саппорта. Саппорт, знаете, как... На пасашок. Скажем так. ЦК собирает себе БКБ. Ну, как собирает, у него уже осталось очень мало. Однако, нападение на ЦК внизу. ЦК очень долго живет. Но Луна с Бимой его добивает. И пытается просто отойти. Пацеева не было. Здесь не было Тавра. Не было куда прилететь. Ну и в принципе, ЦК был не Флоу. Если бы хотя бы Флоу был. Оттягивает свое БКБ. Хорошая вылазка. И Рошан. Ну, опять же, Вич и Гейминг сразу реабилитировались. После того, как отдали Алхимика и Шадоу Демона на ТОПе. Сейчас вот они забрали ЦК и заберут Рошана. Луне достается Аегис. Ну, дальше. Вот пока у Батрайдера, конечно, дела идут не очень хорошо. Ну, я не про статистику, не про его вещи. А про конкретно то, что Шадоу Демон его полностью контрит. Постоянно, куда бы не ворвался Батрайдер, Шадоу Демон успевает прятать своего кэрри там и так далее. Ну, здесь вот он, в принципе, и спрятать мог. Тут, как и конкретно, была проблема в том, что слишком много уж героев было. А Суллар в это время на Луне в Солу справляется... Нет, не в Солу, да? Ну, нет, в Солу. За счет ульта, за счет ультимейта справляется с Котлом. Ну, это неудивительно. Котл у нас все-таки саппорт. Так что... Атака далеко заходящий саппорт. В плане... Далеко, на самом деле, зашел. А здесь очень хороший вард у команды Вичи Гейминг. А в это время Инфлейн тоже, в принципе, пытается... Тоже справляется с саппортом, однако умирает за это сам. 3-4 столуна сверху. Сейчас пойдут пушить Некра третьего левела, да? Второго, простите, второго левела Некра. Очень часто так Вистмастеры делают. Они сначала покупают Некра второго левела, а далее делают Даггеры. Если, допустим, инициации какой-то не хватает. И так как здесь Алхимик без Даггера, вот как раз инициация нужна именно от либо Эр Спирита, либо от Вистмастера. Вот, видимо, решил, что от Эр Спирита маловато инициации. Так, БКБ у ЦК у нас имеется. Третья Некра только что купила рецепт. Ну, а тут Актарин, понятное дело. Интересно, что после Актарина соберет. Ну, на самом деле, мне кажется, что вероятнее всего, что это будет Кераса. И здесь просто пик такой и для Пуши подходящий, в плане того, что Луна очень быстро сносит строение, будут иллюзии Луны, которые будет делать Шадоу Демон, Бистмастер со своей аурой, Некрами, Кабанами и так далее. Ну, это, в принципе, очень будет хороший выбор айтема. Не знаю, им бы еще какой-то Владимир собрать, но проблема в том, что такие вот саппорты, как Шадоу Демон, они редко собирают Владимир. Они вот делают всякие вот линзы, дальше, возможно, Форст Тафф. Форст Тафф очень хороший айтем будет здесь. Если кого-то будет фокусить под стан и так далее, выталкивать из-под корабля и так далее. Геула приобретает Эрспирит. Все время Эрспирита, кстати, вот я заметила, собирают всегда по-разному. Вот если говорить о более, скажем так, задротах Эрспирита, я очень часто вижу как раз Даггер на этом герое. Ну, в принципе, ему там на некоторых вижу Вэлл оф Дискорд. Здесь собирал себе Юла. Ну, в принципе, опять же, айтем, я думаю, что достаточно неплохой. Он в любом случае неплохой, наверное, практически для любого героя. Вот именно такой четвертой позиции. Итак, с Рора начинает по Бестмастер, по Бэтрайдеру. Бэтрайдера просто испепелили. И самое обидное, что тут валяется Гем, который сейчас заберет Эрспирит. Да, привели... Ой-ой-ой. Если бы еще и Курьера отдали, было бы вдвойне неприятно. Давайте... Не, не Кров надо убивать. Это все-таки 200 золота. 200 золота для Снайпера. Это не хухры-мухры. Снайпер, кстати, уже с Йолниром. Поэтому, в принципе, настреливает он неплохо. И дефить может очень-очень даже здорово. Посмотрите, они просто испугались. Ну, опасно все же заходить. Нужен какой-то Айега. Айега есть. Айега есть. Подожди, что опасно-то? Айега есть. БКБ есть. Монта есть. Если сейчас не заходить, то потом Снайпер будет еще более опасным. И ЦК будет более опасным. Потому что пока потенциал ЦК не раскрыт. Так, просто Бистмастера поймали. Бистмастера забирают. Фраг достается как раз ЦК. Дальше замес продолжается с другой стороны. Надо убивать Расперита. Расперит поднимает себя в Йола. Но, разумеется, здесь в любом случае никуда не уходит. Даблкилл ЦК. Ну, как-то, честно говоря, я не поняла. Либо, если вы не хотели заходить, то зачем вы вообще шли? У вас была Айега. У вас были хорошие айтемы, типа БКБ, Монта на луне. Если хотели фармить, то фармите дальше. Спид пушьте. У вас, в принципе, для этого все, что необходимо, имеется. Никто в соло убить ту же луну, если она успеет прожить БКБ, не сможет на данный момент. Их ПЛ не хватает. И стадов, в принципе, хорошие. Спид и так далее. Пушить, сплит-пушить потенциал у команды Вичи Гейминг в разы сильнее. За счет того, что есть Алхимик с Родианцем, Монта Стайлом и Актарином. То есть, они, в принципе, по всем лайнам смогут ходить спокойно. Графики давайте посмотрим. Пока преимущество 14 тысяч. Уичи Гейминг и тысяча по опыту. Вот знаете, это вообще для 29 минуты это хорошее преимущество. Но если давайте будем объективны. 10 тысяч из этого преимущества на Алхимике. То есть, если они убивают Алхимика, то преимущества практически нет. Что сейчас будет делать снайпер? Приобретает Яшу. Честно говоря, странный выбор. Я ожидала, что он захочет приобрести себе... Ну, не странный. Думала, что более какой-то дэмэдж будет. И, честно, я практически была на 100% уверена, что он соберет себе МКБ. Ибо есть Радианс. Это МИСы. Это при том... Ну, 17%. Согласитесь, это достаточно много. При том, в будущем, ну, процентов 80, что Луна соберет себе бабочку. И чем быстрее у тебя появится МКБ, тем, соответственно, лучше. Так, на данный момент Вич и Гимминг у нас без Аегиса. И заходить им уже будет еще более страшно. В прошлый раз, видите, они попытались пойти вперед. И там как-то не пошло. А вот когда у ЦК появится Монта, когда у ЦК появится Таша Тараска, Луне с ним будет очень сложно. Если он успеет дать ей стану, он ее разорвет. Да, все-таки я отгадала. Это Шива. Ну, Армлет можно потом далее будет выложить. Ибо айтем, скажем так, не самый... Он вообще очень хороший. Для Альхимика один из самых лучших. До минуты 35. Вот после 35 можно его заменить. Однако сейчас можно все-таки какой-то Луне своей Аганимы покупать. К тому же Эрспирит, Луне, Шадоу Демона, Бестмастера. Всем можно Аганимы купить. Давай, Алхимик, не будь жаденой. Вот как раз в этом потенциал Личи Гейминг гораздо более сильный. Потому что все-таки подарить всем этим героям по Аганиму... Ну... Жестко. Дополнительный слот, скажем так. Ну, немного уделена все-таки, что снайпера не собрал МКБ. Хоть убейте. Не понимаю, зачем ты сделал Яшу. Яшу, она, конечно, дает ему спид. Но у тебя тут и так барабаны вроде есть. А вот МКБ... В команде нет ни одного героя, кто будет пробивать Алхимика. Весь дэмэдж как раз у тебя. Ох, как же, просив котла и снайпера им заходить на ХГЭ. Только если выиграют замес. А выиграть замес они смогут только с инициацией Бестмастера или Эр Спирита. Ну и разумеется, с Рошаном и Оегой без этого вообще никуда. Батрайдер. Ну, Батрайдер тут без БКБ очень сложно. БКБ, в любом случае, должен собирать. Давайте подумаем, что нужно собрать в команде Сидиси Ярс, чтобы выиграть. Ну, во-первых, опять же, снайперу более жесткие слоты. Типа МКБ, про которое я уже говорила. Оно здесь просто крайне необходимо. Кунка, кстати, приобрел себе уже армлет тоже. Для кунки он на самом деле неплох. Форстаф. Вообще, в лейте кунка, теоретически, да, с дайдалусами, да, смотрится неплохо. Ну, тут такого лейта еще минут сорок. Давай, алхимик. Надо луне Аганим. Да, вот пошел Аганим. Мне интересно, кому этот будет Аганим. Так, кому Аганима, кому Аганима. Надо, чтобы он успел доформить до следующего замеса Аганим. Манта Стайл. Так, значит, без байбака будет снайпер. То есть, если уже снайпер умирает, он умирает. Ага, еще и курьера фиданули. А в курьере-то Манта Стайл был. А нет, подождите, Манта Стайл себе принести? А как, где они фиданули курьером тогда? Текст, непонятно. Так, разобрались с Некрами. Некрами, между прочим, это денежка. Если тут шанс у команды Сидисияс, я вообще считаю, что очень большой шанс. Несмотря на то, что тут вот даже минус не в... Ну, кстати, вот бабочку приобрела себе Луна. Тут минус не в том, что есть алхимик, который быстро формит. Тут минус в том, что есть алхимик, который может подарить Аганимы. Вот это, наверное, сейчас основное. Реально очень важный момент. Так, ну и пошли. Поехали. Опять же, против котла, против снайпера. Заходить на ХГ. Аккуратно, котл, ты ж поаккуратнее. Стой, если тебя цепануть там. Так, глифа нет. Что это, спрятали? Боже, какие лаги начинаются. Как же неприятно комментировать Китай на этих серверах ужасных. Но в итоге размена у нас на самом деле 0-0, слава богу. Ничего не пропустили. Это вот на самом деле Китай. Знаете, когда утром комментируешь Китай, хочешь написать, так, пожалуйста, следующий слайд, следующий слайд, следующий слайд. Я думаю, что вы уже привыкли. Все, кто утром смотрит со мной Китай, они к этому уже привыкли. Чего с этим, к сожалению, поделать нельзя. Но отбиваются. Однако Тавр куцает потихоньку. Не так, чтобы прям вот... Но все равно. И просто на топ перетянулись. На самом деле абсолютно правильное решение в этом плане, потому что здесь еще один внешний Тавр, там еще какой-то лишний слот так. У кого Аганим? Ага, Эрспириту подарил. Ну, Эрспириту Аганим, это... Это... Благое дело сделал Алхимик. Алхимик, кстати, решил БКБ себе приобрести. Но это один из минусов, что Кирасы нет. Опять же, она очень хороша для Пуша, Пуша, да и в принципе вообще... Ну, и... Противостояние возле ХГ. Здесь уже и у снайпера, наверное, Байбэк имеется. Да, так и есть. Байбэк, наверное, чуть позже открою, ребят, когда кто-нибудь поумирает. Итак, влетает у нас Бистмастер, сбривают котла. Это один из ключевых героев на данный момент, потому что он дефится должен. Байбэк у котла не имеется. Используют ультиметика, однако его слишком быстро сбривают. Сбривают сейчас без фантазма, ну и без БКБ, соответственно. Посмотрите, что делает Луна с бараками. Отличная инициация от Бистмастера. Вытягивают Алхимика. Алхимика вытягивают. Пошел корабль от Кунки. Выбивают Аегис с Луни. Дальше снайпер продолжает настреливать. Накручивает стан сейчас Алхимик. Однако Эрспирит его в камень и выталкивает. Спасает, спасает. Дальше Луна использует Манта Стайл. Ну и на развороте начинает Батрайдеру нарезать. Нарезает, нарезает. Батрайдер все же ушел. Буквально там на 150 хп. Пошел отличный камень от Эрспирита. Ну и если сейчас ЦК убить после Байбека, 80 секунд без него, можно будет попробовать, например, забрать вторую сторону. Вторая сторона. У Вичи Гейминг никто не умер. Поэтому без ЦК здесь будет опасно. Лассо также на Батрайдере не имеется. Еще 30 секунд. Надо как-то законтрить Алхимика. Снайпер бьет достаточно больно. Рор в Батрайдера. Ну, на Батрайдера никто не бьет. На крест возвращают у нас Алхимика. Прожимает БКБ. Добивает с ультимейта Снайпер Эрспирита. Ну и далее. Далее погоня. Нет. Нет. Итог плачевный для команды Сиди Си Ярс. Сейчас мы посмотрим с вами Fight Recap. Во-первых, они потеряли сторону. Во-вторых, они потратили БКБ у нас ЦК. После того, как он потратил БКБ, Фантазм, Байбэк. После того, как БКБ поражал и Фантазм, его убивают. Он тратит Байбэк, его убивают после Байбэка. Что, конечно, крайне неприятно. Да, убили Луну. Ну, как убили, забрали Аегис. Опять, идеальный размен Луну и Саппорта разменять на ЦК два раза. Котла, получается, и сторону. Сейчас просто могут подформить еще какие-то айтемы. Ну, как какие-то. Мне очень нравится, например, Заку Бестмастера. Считаю его идеальным. Если он сейчас соберет какую-нибудь Керасу. Мы видим, что у него даггер для инициации. У него есть Некра, у него есть Владимир. Многие, например, игнорируют Владимир на Бестмастере. С его потенциалом в плане Некра и так далее, аура. Мне кажется, это для него, опять же, очень хороший айтем. Так вот, по поводу алхимика. Что у нас в алхимик? 500 денежек в кармане имеется. Ну что, давай Луня какой-нибудь агонимуш приобретем. Чего ты жадничаешь? Братишка-то, верю в него. Братишка-то. Ну, теперь, теперь все гораздо хуже. Ну, вот теперь уже Сидись Яс оказались в плачевном состоянии. Тут и Монтостайл, ах. Если бы была Рапира на снайпере. Опять же, Рапира без МКБ, она достаточно опромечивая артефакт. В плане того, что он просто пробивать не будет уже Луну с бабочкой-то. Плюс, опять же, Радианс на алхимике. Забрали Бестмастера, 60 секунд без него прожимает БКБ. У нас Бэтрайдер прожимает БКБ ЦК. Есть Фантазм, используется Фантазм. Начинаются у нас лаги. Пошел ультимейт от Луны. Первым погибает у нас ЦК. Должны допилить Эр Спирита, однако Эр Спирит уходит. Еще и урну на себя кинул. То есть, полностью выживает. Да и как его не добили. Дайгер, кстати, приобретает себе Эр Спирит. Ну, опять же, ЦК без Байбека. Кулдаун. Даже ни денег на Байбек, ни Байбека. 3-6-3. У Амы ЦК, если честно, не зашел. Ну, мне показался странный выбор, на самом деле, этого кэри. Несмотря на то, что я к ЦК очень хорошо отношусь. Однако, вместе со Снайпером, слишком, скажем так, два достаточно неметовых персонажа. Так, вытянули у нас Луну. Луну, скорее всего... А, попробуй добить Луну. Ее спасает полностью Эр Спирит. Только я хотела сказать, что Луна умирает. Как Эр Спирит ее полностью спасает. Спасает и теряет вторую сторону команды Сиди Си Ярс. Воу-воу-воу. Ребята, а ставки-то у нас 72%, да? На Сиди Си Ярс. А ведь и гейминг отыгрывают очень даже неплохо. Вообще, честно говоря, мне... Даже... Не то, как они отыграли, а то, как им позволили отыграть Сиди Си Ярс. То есть, они сами пытались фармить, а не использовались... Если пытались агрессировать тот же Бэтрайдер, сразу был СД, который всегда подсоевал цель. Ну и, соответственно, там же на развороте умирал сам Бэтрайдер, ну и так далее. Рошана надо подождать. Рошан уже третий будет с Сыром. И спокойно заходить на ХГ. Луна с... Ух, какие слоты у нас у Луны. Все, Луна с Аганимом, да? Луна с Аганимом. И 2800 сверху. А даже не знаю, ей, по-моему, ничего и менять не надо. Ну, возможно, захочет будущий Dragonlance поменять. Атака даже не стоит, наверное, у нее и так все хорошо с уроном. С ХП, 3000 ХП. Может, Моншард скушает. Чтоб еще быстрее бить. Ой-ой-ой. Цепанули ЦК в очередной раз. 3-7-3 статистика у Амы. Очень слабая игра от него сегодня. Ну, тут даже, знаете, не от него, скорее, игра с Валаба. Как-то вся команда отыгрывает, скажем так. Кунка пошел уже в лейт. Помните, я сказала про 40 минут? Ну, прошло 10, у него кристаллис появились. Когда доедался с одного еще минут 10. Так, Бэтрайдер утягивает у нас Алхимика. Алхимика начинает настреливать. Ну, вот как же плохо, когда нет МКБ. Что ж такое-то, а? Ну, просто его не пробивает. С кучей месов. Он успевает регениться и, соответственно, спокойно падает третья сторона. Они даже не потеряли ни одного героя. Мега-гриппы. ГГ пишет у нас XZ. Ну, первая игра 44 минуты. Честно говоря, и выигрывают у нас аутсайдеры. Вообще, если бы Вичи Гейминг... Они не то что аутсайдеры этого матча. Еще раз хочу напомнить, что последние игры Вичи Гейминг постоянно меняют состав. И если прошлый состав там они проиграли... Уя Янг что-то такое, да? То есть, там было совсем плохо. То вот этот уже отыгрывать неплохо. Вот просто 5 игр, наверное, последних Вичи Гейминг. У них все игры с разным составом. Я уже боюсь следующую игру открывать. Кто будет играть за Вичи Гейминг сейчас? Я не знаю. Но пока, дорогие зрители, у нас небольшая пауза. Я сейчас беру в И felу. И сейчас занимаюсь. Я не знаю.